Существуют опасные инфекционные болезни, распространяющиеся с высокой скоростью. Они поражают широкие свои населения, приобретая характер эпидемии, но поддаются лечению при своевременном обращении к специалистам. Информировать людей об одном из подобных недугов призван международный праздник. Ко дню борьбы с туберкулезом, 24 марта, который происходит каждого года, хотелось бы сказать несколько слов о заболевании, которое является социально значимым заболеванием. Что это значит? Это значит, что это заболевание способно оказать негативную роль в обществе. В силу каких причин это происходит? Это происходит в силу того, что долгое время люди, которые инфицируются данным заболеванием, не знают, что они болеют этой болезнью. А как мы уже сказали, уже отметили, что заболевание инфекционное. И человек в силу того, что он уже заражен, долгое время может не понимать, но заражать тех, с кем будут сталкиваться и так далее. Вызывает это заболевание бактерия. Называется она микобактериум. В свое время я увидел ее Кох, и поэтому по имени данного исследователя и названа она палочка Коха. Что это значит? Когда она попадает в организм, то эта бактерия способна вызывать омертвление, как говорится по-медицински, некроз ткани. Чаще всего, конечно, это бронхолегочный путь передачи, то есть респираторный путь передачи, воздушно-капельный, и в силу этого 95% локализации этой болезни происходит в легких. Но это не значит, что это чисто легочное заболевание. Это, к сожалению, заболевание может поражать и многие другие органы, и системы. В частности, и кости, и бочки, и мозговые оболочки. Но наиболее все-таки опасна эта бронхолегочная форма, в силу чего, опять-таки же, в силу той причины, что человек долгое время может ходить, болеть, инфицированно быть этой бактерией. Бактерия может уже оказывать у легких уже патологическое свое вредное действие, но не понимать и заражать тех, кто окружает его. Выделяют закрытые формы и открытые формы. Что это значит? Значит, если данный чак локализуется в легких, и он уже открыт в бронх, то вот как раз это и называется, когда открытая форма туберкулеза, и человек является, кроме того, что сам по себе он болеет этой болезнью, он является еще разносчиком и переносчиком этого заболевания. К сожалению, микобактерия очень устойчива в среде, может выдержать очень низкие температуры, но абсолютно неустойчива к свету. Также мы говорили, что это заболевание социально зависимое. Это значит, что оно напрямую зависит от социальных факторов, в которых проживает человек. То есть от характера питания, от полноценности питания, от жилищных условий, в которых он проживает, от насколько это помещение проветриваемое, непроветриваемое, насколько оно освещено, как часто там проводится гигиеническая уборка и так далее. И отсюда мы видим, что действительно чаще всего страдают этим заболеванием, как мы называем их, социально неустроенные классы, которые не могут себе позволить полноценного питания, не могут себе позволить себе полноценного жилья. И вот в силу этих причин, условий для развития этого заболевания тяжелого, инвадилизирующие, в первую очередь, нужно еще добавить такую фразу, у них больше. В чем проблема? Проблема в том, что иммунитет долгое время не воспринимает данную бактерию и вызывая, как говорится, не катаральное, то есть длительно холодное воспаление. То есть это не тогда, когда человек, допустим, при гриппе, резко чувствует температуру, какие другие симптомы, заложенность носа и так далее. Нет, в данной ситуации какие симптомы могут настораживать длительно присутствующие у человека? Это длительная какая-то непонятная слабость, это длительная температура, но не высоких цифр, до 37, может быть там с лишним, 37,2, 37,3, вот такие вот цифры. Чаще всего эта температура носит ночной характер, то есть когда она беспокоит на человека ближе к вечеру, поднимается она ближе к вечеру. Какое-то подкашливание, вот вроде бы не явно выраженный кашель, где человек, он явно уже пойдет уже к доктору просить, чтобы поставили диагноз ему, а подкашливание. Вот данная симптоматика, она может развиваться очень длительно, все это может являться уже признаками наличия туберкулеза в организме человека. Если не бороться с данным заболеванием, с данным заболеванием, с данной бактерией, то, как мы говорили, к сожалению, оно может сделать человека инвалидом. И на заре еще письменности, которая она появилась, уже появились данные о том, что человечество очень сильно страдало от данного заболевания. Именно поэтому оно и отнесено к социально значимым заболеваниям, потому что, если мы повторяемся уже, если его не лечить, то это заболевание может сделать из человека инвалидом. Профилактика данного заболевания в основном складывается из важных двух вещей. Первый фактор – это, конечно, социальные условия, как мы уже сказали. К сожалению, неполноценное питание, отсутствие или малое присутствие белка в пище, оно напрямую сильно влияет на качество или снижение нефункциональности иммунитета. Поэтому те пациенты, которые это имеют, первое, первое, первое – это восстановить баланс питания, чтобы питание было полноценное. Уборка помещений. Как мы сказали, что бактерия очень, она не любит свет. Но это вот из первичной такой профилактики. Также из вторичной профилактики нужно уже проходить те мероприятия, которые в первую очередь направлены на выявление латентных форм, то есть скрытых форм туберкулеза. Ну, например, что это может быть? Это может быть флюорограмма, которую человек предполагается, желательно, чтобы каждый прошел хотя бы раз в год. Что-то может быть еще? Если человек чувствует себе данную симптоматику, о которой мы сейчас говорили, то можно пройти подкожные пробы с туберкулином или диаскин-тест, как вот называемая, с детства мы помним, проба Монту. Данная проба, она показывает, что инфицированность есть или в организме, или ее нет. Поэтому в плане профилактики именно развития тяжелых форм, или форм, которые могут иметь какие-то же последствия, то важно вот такие вещи проходить. Раз в год эта программа это как минимум. На данный момент в Кашхабальском районе ситуация с туберкулезом все-таки признана благополучной в силу того, что статистически не выделяется в худшую сторону от уровня средних регионов по России. нету тяжелой формы туберкулеза, нету больных детей, что немаловажно. И поэтому мы можем сказать, что все-таки в Кашхабальском районе с туберкулезом ситуация под контролем, как говорится. Субтитры создавал DimaTorzok